Впервые в високосный год решил ввести римский император Гай Юлий Цезарь 1 января 45 года до н.э. Был разработан календарь, в котором астрономический год был равен 365 дням и 6 часам. Сделано это было для того, чтобы выровнять шестичасовое смещение. Таким образом, в каждый год, кратный четырем, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале. В древности полагали, что этот день является сакральным. День мистерия, день тайна, а люди, родившиеся 29 февраля, наделены особыми способностями. Чувствует ли Ольга Степина, героиня нашего сегодняшнего сюжета, себя особенной? Как привыкла отмечать этот день? Сейчас узнаем. Мы идем к ней в гости. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. В доме царит атмосфера праздника с самого утра. И это понятно. Ждали седьмого дня рождения Ольги с нетерпением. Да-да, героиней нашей, согласно календарю, всего семь. Поздравляют вас раз в четыре года. Или все-таки близкие вот каждый год? Ну, вы знаете, благодаря моим близким я не чувствую себя обделенной и отмечаю день рождения каждый год. Но если не 29-го, то это получается 1 марта. Ольгины маме и вовсе предлагали записать дату рождения дочери на день позже. Говорили, пусть у ребенка будет каждый год праздник. Она долго думала, советовала и с папой, но все-таки решили, что 29-го человек рожден, поэтому 29-го и должен быть записан. Никакой мистики в своей жизни Ольга не замечает и считает, что все присказки о том, что сегодняшний день очень опасный, негативный, на себе не ощущала. А напротив, 29-го февраля всегда все отлично. Я этого очень долго ждала. Мне именно хотелось, чтобы был настоящий день рождения. А тем более, когда все поздравляют и отмечают, сегодня у тебя настоящий день рождения, конечно, это приятно. Помимо Ольги, в этот день родилось немало известных людей. Среди них папа римский Павел III, Джокино Рассини, знаменитый итальянский композитор, актриса Мишель Морган, продюсер Стив Харт, народная артистка России Алина Покровская и многие-многие другие. Сегодня свой день рождения отмечают около 4 миллионов человек на планете. В Орле же в роддоме имени Боткина на свет появились пятеро новорожденных. В городском родильном доме один. Алина Лагутина, Владимир Назрачев, телеканал Первый областной.